Это село Афанасьевка, Николаевская область, в 60 километрах от Херсона. После подрыва Каховской ГЭС дом Александра Шапира затопило, как и тысячи других. Теперь он непригоден для жизни. Частично нет стен, уничтожен сад, огород и до сих пор нет электричества. Александр вместе с женой и тремя детьми проживали здесь 13 лет, а теперь возвращаться некуда. Это была дитячая кимната. Функт пошел на метр вниз. До полномасштабной войны семья только сделала ремонт. Пережили российскую оккупацию, но небольшую воду. Река Ингулец в полсотни метров. Когда она вышла из берегов, дом затопило почти по крышу, и он стоял в воде в течение недели. В комнатах плавала рыба и вся грязь, которую несла с собой река. Одежду и личные вещи спасли все. Вывезли на лодке. Из мебели не смогли вывезти ничего. Теракт на гребле Каховской ГЭС обернулся катастрофой не только для украинцев, но и для всех причерноморских стран. Если в цифрах, то это 14 миллиардов долларов США ущерба. Когда все море Каховское водосховище витекло и затопило прибережні территории Дніпра, туда потрапило понад 150 миллионов трансформаторного масла, это такие гидроэлектростанции. Канализационные стоки, оно затопливало септики и так далее, смяте с валища, смивало смяте с территорий. Все это значимым потоком воды потрапило до речки Дніпра, и потом оно пошло до Черного моря, и мы видели наслідки, видео и так далее. Если солевой баланс в Черном море за год более-менее восстановился, то ядерная угроза из-за подрыва Каховского водохранилища сохраняется до сих пор. Каховскую воду использовали для охлаждения реакторов Запорожской АЭС, которая остается под контролем россиян. Касательно выработки электроэнергии, Каховская ГЭС не была ведущим производителем. Она производила 1% электроэнергии страны, регулировала и балансировала 2-3%. Гидростанцию нельзя сравнивать по мощности с другими, с солнечными или с атомными, потому что гидростанции как раз позволяют регулировать мощность энергосистемы, балансировать ее. Они как раз позволяют использовать солнечные станции. В Украине не так много гидростанций, по мощности их много, достаточно, а вот запасов воды не так много. Это одна треть всех запасов воды, которые есть в Украине. Просто так вычеркнуть, розчерком пера, не обсуждая последствий, ну неразумно. Кабинет министров Украины одобрил проект по восстановлению Каховской ГЭС. По предварительным срокам на это уйдет два года. На первом этапе спроектируют все инженерные конструкции. Второй этап начнется после деоккупации территории, где расположена ГЭС. Он предусматривает уже сами строительные работы, хотя ранее специалисты называли более длительные сроки. Это приблизительно где-то 2,5-3 миллиарда долларов и 4 года работы. Плюсы восстановления – это, естественно, доступ, быстрый, легкий доступ к воде, потому что на водозаборах Каховской ГЭС были, скажем, заведены водообеспечения крупнейших городов. Это и Кривой Рог, это и Никополь. То есть это города, которые находились по течению Днепра на берегу Каховского водохранилища. Семья Александра занималась выращиванием овощей. Саженцы смогли вывезти только из одной теплицы, а большую часть не спасли. Год спустя земля поросла амброзией и камышом. Все село Афанасьевка затопило так, что питьевой воды нет до сих пор. Уже год семья Александра арендует дом в соседнем селе. Фермер поддерживает восстановление дамбы. Мечтает отремонтировать свой дом, вернуться к бизнесу. Но сейчас нет ни средств, ни сил, ни гарантий безопасности. Ведь левый берег Херсонщины и Крым под российской оккупацией. Каховская ГЭС до полномасштабного вторжения России обеспечивала полив полей Херсонщины, подачу воды в Крым, на горнорудное предприятие Кривбаса. Механизм водообеспечения крупных городов – это очень большая проблема. Да, я знаю, водогон тянут с Днепра в достаточно большое расстояние, в Кривой Рог. Но мы должны понимать, что это не выход. Потому что от воды очень серьезно зависит и крупные промышленные предприятия. Например, тот же Арселор Митл Кривой Рог. Металлургия. Без воды там ничего нет. Эти вещи – это чистая экономика. Это не красота, это не природа, это чистая экономика. Хотя, еще раз повторяю, это все достаточно дорого и достаточно небыстро. Те промышленные предприятия, которые сегодня зависят с воды и остались без воды, скорее всего, в течение ближайших лет, ну, свою деятельность они уже приостановили, и вряд ли они ее смогут возобновить. А что будет по завершению войны, нам пока очень сложно сказать. Только на Запорожскую теплоэлектростанцию уходил один кубический километр воды. Поэтому даже если строительство Каховской ГЭС обойдется в 4 миллиарда долларов, это все равно будет экономически выгодно для страны, считает Олег Пензин. Поливные земледелия на Херсонщине и Запорожской области – это реальные доходы. Там без воды ничего не растет. Там летние дневные температуры на Солнышке переваливают за 50 градусов. Там ничего расти без воды не будет. Это вот, чтобы мы четко понимали. То есть на сегодняшний момент у нас реальное потепление климата. У нас, слушайте, ну, это вообще как бы анекдот, но факт остается фактом. У нас в этом году огромное количество баштанных культур, ну, имеется в виду там арбузов, дынь, ну, арбузов в первую очередь, приехало знаете откуда? С центральной Украины. При этом экологи в большинстве против восстановления Каховской ГЭС. Воду в Крым предлагают пустить по альтернативному пути – по закрытому каналу типа трубы. Ведь открытый северокрымский канал терял до 50% воды. Она просто испарялась. Что касается деоккупированных территорий Юга Украины, точно неизвестно, нужно ли будет столько же воды, сколько раньше, говорит Евгений Хлобистов. Мы до сих пор не знаем, какая будет экономика на этой территории. Сколько будет использовано земель для сельского хозяйства, какое это будет сельское хозяйство, сколько необходимо будет воды. Мы не знаем, сколько там будет фактически проживать население и какая будет полувозрастная структура. То есть сколько там будет работоспособных людей. Дно Каховского водохранилища, несмотря на неутешительные прогнозы, не стало пустыней. Теперь это огромный лес из белых ив и тополей. Создатель краеведческого ютуб-канала Павел Олейник насчитал 2 миллиарда 155 миллионов деревьев. Вот видите, какие тут вербы. Вот такие столборы у них сейчас. И они вот напоминают очень бамбуковый лес. Вот можно побачить вот тут, видите, коренцы вот эти молодые. Ну, не молодые, а столборы, коренцы. Это свидетельствует о том, что уровень воды тут был на весне выше. Потому что эти коренцы отрастают только, когда есть вода. Ну, она затоплена. Там, где надводная часть, вот тут, видите, коренцы уже нет. Это было над водой. Вот уровень воды как раз сягал где-то вот так вот на весне. Ивы достигают уже 6 метров в высоту. Подтопление для этого вида деревьев только на пользу. Через дополнительные корешки ивы подпитываются влагой и растут еще быстрее, объясняют эксперты. И вырубить их для возобновления водохранилища будет непросто. Ведь на дне настоящее буйство природы и труднопроходимые заросли. Просто попробовать. Ну, вот я зайшел там на сколько, на метр, на метр-півтора. Не, ну, можно как-то тут метра на два-три, ой, метри на два-три. Не, ну, звісно, можно лезти, как кабан там, как-то. Но это очень тяжело. И, мабуть, человек быстро вынуждается. Плюс там разные камахи там, может кусаться. И так, ну, некомфортно перебывать там, в принципе, людине. И мы имеем густой ивовый лес, похожий на мюнгли. Это абсолютно уникальное природное явление. Оно продержится недолго. В течение 10 лет этот лес станет более естественным. То есть ив будет меньше. Но пока можем наблюдать, исследовать, восторгаться. Ну, к сожалению, туда ограничен доступ из-за ситуации безопасности. Это может быть все, что угодно от туризма до очень высокопрофессионального научного исследования и повышения привлекательности Украины и для наших граждан, и для иностранцев. С другой стороны, такое количество дерева может пойти на пользу экономики, считает Игорь Гопчак. Даже, например, в качестве дров. А раз будет водохранилище для орошения и для тяжелой промышленности Украины, то будет смысл и в гидроэлектростанции, чтобы вода не стекала в пустую, а вырабатывала электроэнергию. Несмотря на высокую плодородность земли, на месте Каховской ГЭС не все деревья растут здоровыми. Но все же экологи предлагают оставить природу в покое и вместо гидроэлектростанции ставить солнечную. Ведь это более экологично и значительно дешевле. Но одних солнечных панелей недостаточно. Для их полноценной работы нужны еще регулирующие станции. Такую роль выполняла и Каховская ГЭС. У нас построено солнечных станций уже в несколько раз больше, чем есть возможности по балансировке. Потому что солнце светит тогда, когда светит. Солнечные станции вырабатывают в 10 раз меньше энергии в декабре, чем в июле. А нам нужно в декабре как раз в два раза больше энергии. Регулировать электроэнергию в течение года могут газовые станции. Но газа для этого в Украине может не хватить, объясняет Виктор Витзиговский. А если летом продавать излишки солнечной энергии в другие страны, как это делает, например, Венгрия, то их цена будет крайне низкой. Это невыгодно для владельцев солнечных станций в Украине. Альтернативой Каховской ГЭС может стать накопительная станция. Вот у нас есть мощная гидроаккумулирующая станция на Днестре. Но она одна из крупнейших, ну скажем так, в регионе, не в Европе и так далее. Но ее хватает только на 10 часов. И она может только частично, мощность ее в 10 раз меньше, чем установленные солнечные станции. И это как раз серьезное противоречие. То есть те страны, где очень много гидростанций, они могут балансировать. К тому же крупные производители зерна будут заинтересованы в возобновлении водохранилища не менее, чем энергетики, говорит Олег Пензин. Поэтому найти инвесторов будет относительно несложно. А крупными производителями зерна в Украине являются в том числе и американские компании. Ну тоже Луи Драйфус, например, да, тот же Каргель. Ну, что далеко ходить. Поэтому вот если мы все эти вещи как бы все в кучу сводим, то мы понимаем о том, что деньги-то найдутся. Да и рабочая сила будет. Вопрос в безопасности. То есть пока война, там ничего не будет. А понимания того, когда она закончится, у нас нет. Александр ждет решения комиссии по повреждениям своего дома и дальнейшей компенсации. По наблюдениям фермера, в этом году очень хороший урожай фруктов. Но связано ли это с подтоплением, не знает. И еще одно странное явление. В Черном море, вблизи Одессы, рыбаки в последнее время замечают большое количество рыбы. Эколог Владислав Балинский связывает это с подрывом Каховской ГЭС. Он опубликовал видео стаи аборигена, сенгула, гастроноса, пеленгаса. Такого количества разновидностей кефали не наблюдалось с начала 2000-х. Однако эколог предупреждает рыбаков об обнаружении в некоторых видах очень высоких концентраций ионов тяжелых металлов, пестицидов и других токсичных веществ. Это указывает на долговременные последствия Каховской диверсии. А что думаете вы? Необходимо ли возобновлять Каховскую ГЭС? Оставляйте свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал Новости Донбасса, чтобы не пропустить важное.